Всем привет ребятки, с вами Джофф и это новые ответы разработчиков. Самая интересная и свежая информация по World of Tanks. Итак, поехали. У Шторма спросили, Михаил, а что там с Т110Е4? У него БК критуется по страшному. Шторм ответил, почему с ним должно было что-то произойти, если он вообще не менялся. Также у Шторма спросили, хотелось бы узнать крайние границы по поводу выхода патча 9.15, он выйдет до 9 мая или после? Шторм ответил, все будет зависеть от результатов тестирования на общем тесте. Также игроки Шторму заметили, а мы хотим, чтобы именно вы сели и начали играть в свою игру, не Петя и не Вася, чтобы вы сели сербом, макаровым и кислым и накатали пару тысяч боев за месяц. Шторм ответил, почему именно я? Никакого дополнительного толка от моей активной игры не будет. То есть то, что в команде куча народу, которые постоянно играют, не устраивает. Вот тут хотелось бы Мише заметить, что он очень часто рассказывает о каких-то вещах, что тут танк хорошо играется, этот танк хорошо играется, что тут с баланса все нормально, что с артиллерией все хорошо, что ПЗ 4.5 дроп альфа не нужно приводить на пятый уровень, что-то другое нужно делать. И при этом, учитывая, что Шторм не играет в World of Tanks, все эти утверждения довольно странно слышать. Да, понятно, что у него там есть команда, что у него там сейчас есть Морозор, который много играет в танки, ну или по крайней мере играл. Вот. Понятно, что есть какие-то другие люди, которые много катают, и они ему какую-то, наверное, свежую информацию подставляют. Но иногда эта информация бывает такое, что очень далека от истины. Поэтому, конечно, мне кажется, ребятки, было бы правильно, чтобы Шторм тоже сам играл свою игру. Согласись, было бы это логично. А то, как так работает чувак в компании, и при этом абсолютно не имеет понятия о своем продукте. Немножко странно это все выглядит. Игрок пишет. Очень жду, что правила трех калибров отменят, хотя бы для крыш тяжелых танков, вроде ИС-4 и Т-34. Шторм ответил. Да, есть такая мысль. Дядя Миша, тут узнал, что Объект 268 типа хотят заменить. Скажите, почему же? Шторм ответил. Это какие-то глупые слухи. Нет планов его менять. В чем заключается проблема включить в игру все прежние режимы? Восьмибитные танки, гонки, футбол, ОБКБ, шаротанки и тому подобное. Шторм ответил. Саппортить это все тяжеловато будет одновременно. Игра сильно меняется, в том числе и на серверной стороне. Если режим старый, то там половину уже переписывать и тестировать заново нужно будет. Сейчас уменьшаем количество сущностей в игре перед большим ребалансом. Миша, не нужно большого ребаланса. Вы в него не сможете 100% и будет очередной Абасрамс. Блин. Ну да, возможно. Для начала матчмейкер и карты сделайте. Шторм ответил. И матчмейкер будет, и карты, и ребаланс. Не проще ли будет все сделать с нуля? Спрашивают игроки. Ну не совсем с нуля, а по опыту ребят, делавших танки для PS4. С сохранением текстур, географии карт и характеристик всех танков. Шторм ответил. Нет. Смысла нет никакого. Изменений ведь не так уж и много на самом деле, и они нормально вписываются в текущую архитектуру. Никаких костылей городить не нужно. Матчмейкер абсолютная отдельная сущность. Не нужно игру полностью переписывать, чтобы его поменять. Миша, я тут крамольную мысль выскажу. Еще года три назад, когда серб был у руля и не особо слушал вайничьих игроков, все было более-менее. Сейчас же что не патч, то Рубикон. А тут вообще новость о глобальном ребалансе всех классов на основе разнокалиберных мнений игроков. Сделать около 400 танков интересными еще та задачка. Начните с малого. Матчмейкер и обещание операция утюжок. Шторм ответил, будет и то, и другое, и без хлеба. В общем, постараемся все сделать хорошо. Один из игроков пишет, многие просят баланс плюс-минус один уровень боев, поскольку на очень многих машинах тяжело. Внизу списка очень. Почему вы не хотите так делать? Понятно, но можно ведь не баланс ломать, а просто некоторые параметры танка сделать зависимыми от уровня боев. То есть, ребята, игрок говорит о том, что если тигр попадает вверх списка, то у него одни характеристики, а если вниз списка, то другие. По-моему, звучит как бред. И вот что на это отвечает Шторм. Увы, но точно нет. Ломает саму суть прокачки в игре. Один из игроков пишет, чего я хотел бы от ребаланса всея и всего, помимо точечных, нерфов и апов, по которым напишу отдельно, если потребуется, решение по средним танкам, а точнее почти по всем СТ 10 уровня и примерно по половине СТ 9. Дядя Шторм, их слишком много в рендоме. Шторм ответил, пока что без комментариев, работы идут полным ходом. Хочу другую механику работы противоосколочного подбоя, пишут игроки, чтобы он напрямую резал урон арты при непробитии на определенный процент. Это реально сделать? Шторм ответил, никаких сложностей нет в этом. Ну, в принципе, это хорошо. Ну, возможно, кстати, ребятки, разработчики так и сделают. Хотя, опять же, ребаланс артиллерии уже совсем-совсем скоро будет. И мне кажется, что он будет более глобальный, чем просто переделать механику работы подбоя. ПТ на данный момент самый простой для вхождения класс после артиллерии. Подавляющее большинство представителей ЦА имеет на них урон в полтора раза выше, чем на одноуровневых СТ и ТТ. Шторм ответил на это, такое не подтверждается. Т-22 хороший танчик, но вовсе не имба, для своего уровня сбалансирован хорошо. Шторм ответил, по проценту побед уже очень давно не анализируем. И он все-таки имба, к сожалению, даже с учетом той аудитории, на которой он играет. Перенормировка к средней аудитории все равно дает завышенные показатели. Ну и тут, ребятки, я абсолютно согласен. Т-22 СР это имба имбущее. И тут главный вопрос не в том, нужно его нерфить или нет. А в том, как отдел баланса вообще смог выпустить его в таком виде в игру. Будет ли ребаланс других непрокачиваемых танков? Кое-какие из них такие выбиваются из статистики, спрашивают игроки. Шторм отвечает, будет. Кроме Т-22 нету имбалансных танков в рендоме на данный момент? Шторм говорит, есть, будем править. Также Шторм сказал, что в патче 9.15 будут правки по переворотам. Михаил, интересно ваше личное мнение. 15-е задачи на Объект 260 адекватны или по сложности? Шторм отвечает, ничего не могу сказать. В этом ни эксперт ни разу. Михаил, но 15-е задачи-то на 260-е будут меняться? На ЛТ задача изменится, уже сил нет пытаться набить 8к урона на ПТ. Банально не хватает железа в командах. На что Шторм ответил, что 15-е задачи меняться не будут. У него уточнили, а что с двойным поджогом? С ноября делаю, уже забил. Просто включенная задача фоном висит. А вот на это Шторм ответил, что, мол, поменяем ее немного. Вообще, ребятки, на мой взгляд, вот эти все ЛБЗ, это такая, простите, импотенция, это такой идиотизм. Их надо вообще кардинально переделывать, чтобы они, как я уже говорил вам не раз, не зависели от рандомности ВБРа, а зависели чисто от скилла. Также разработчики сообщили, что характеристики немецкого орудия 88 мм Л56 изменят. Но сроки пока не озвучивают. Что конкретно изменится? Они сказали, что повысится бронепробитие. Сейчас, ребятки, напоминаю, что вот эта пушка 88 мм Л56 пробитием 135, одна из самых убогих на своем уровне. Ну и я надеюсь, что разработчики хотя бы плюс 10 единиц пробития добавят. И это будет хорошо. Сейчас самые приоритетные изменения в игре, по словам разрабов, балансировщик боев, артиллерия, проблемы баланса танков и некоторых геймплейных механик. А также технические долги, производительность, реальная многопоточность рендера, растительность и тому подобное. Разрабы заметили, что не факт, что оставят в игре существующее распределение вероятности попадания снаряда в цель. Это может коснуться и так называемых вертух. Возможно, они что-то в будущем поменяют. Сложности, которые возникли при разработке возможности ввода больших карт, это то, что не решена проблема с медленной техникой. Нет возможности сделать за ограниченное время достаточное количество больших карт, для того, чтобы они повлияли на игру. Есть проблемы также и с производительностью на слабых конфигурациях. Разработчики сказали, что не будут в компании Wargaming создавать отдел, который будет заниматься запрещенными модификациями в игре, проверяя их и выдавая игроку сертификат с цифровой подписью. Михаил Живец сказал следующее. Захакают первый же день после релиза этой штуки. Хотя, походу, придется в эту борьбу брони и снаряда влезать таки, чтобы хоть в какой-то мере эффект влияния подобных модификаций уменьшить. Разработчики сказали, что в режиме бой до последнего принимает участие меньше игроков, чем на ГК и в укрепрайонах. Увы, не могли оставить хорошую доходность в этом режиме. Ошибка была в том, что выкатывали режим с повышенной доходностью на тестах. Бортовые экраны в коллижен модели танков, например, таких как Е50, Е75 и Тигр 2, добавят для тех, кто уже в HD качестве, а тех, кто в обычном качестве, получат при переводе в HD. На этом, дорогие зрители, у нас все интересные ответы разработчиков на сегодня. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и будьте в курсе свежих новостей. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.